По сообщению оперативного штаба при Кабинете министров в Азербайджане, за последние сутки выявлено 4419 случаев заражения коронавирусом. 3562 человека смогли побороть болезнь. 38 пациентов скончались. В мире жертвами инфекции стали более полутора миллионов человек. По-прежнему по числу инфицированных и сметельных случаев лидирует США, где с начала пандемии умерли около 300 тысяч человек. В стране сегодня зафиксирован самый высокий коэффициент смертности. В России продолжается масштабная вакцинация. Сообщается, что уже более 150 тысяч жителей страны получили вакцину против коронавируса. В первую очередь прививки от COVID-19 делают медикам, соцработникам и учителям. С 15 декабря во Франции карантин заменят на комендантский час. Власти отменят ограничения на передвижение по стране, но находиться на улице можно будет только до 8 часов вечера. В Германии правительство планирует на праздничные дни закрыть магазины до середины января, а также продлить школьные каникулы. По заявлению правительства Чехии всего за неделю послаблений, ситуация заметно ухудшилась. Власти планируют вернуть комендантский час, закрыть школы, магазины, фитнес-центры. В Израиле дополнительные карантинные меры введут только если число заазившихся в стране за сутки будет превышать 2,5 тысячи. В Пакистане за прошедшие сутки выявили свыше 3 тысяч зараженных коронавирусом. За прошедшую неделю в стране ежедневно выявляли около 2,5-3,5 тысяч инфицированных. В настоящее время в стране более 2,5 тысяч пациентов находятся в тяжелом состоянии. А власти Аргентины на фоне увеличения инфицированных предпочли российскую вакцину и подписали с Москвой соглашение о поставках препарата. Самира Рзаева, CBC